Мы продолжаем серию статей про зарплаты в журнале «Бизнес-заработок». Недавно мы уже рассказывали о том, сколько получают стоматологи. В этой статье мы расскажем про зарплаты учителей. Учителя. Это настоящие герои труда, которые возлагают на себя ответственность, беря за руку учеников, будь то первоклассник или студент высшего учебного заведения. Статья разберет для читателя специфику этой общественно важной профессии. С каждым годом развитие педагогической отрасли растет, а привычный образ учителей школьных классов разбавляют молодые амбициозные преподаватели, прошедшие квалификацию на курсах и в интернете. Разумеется, эти люди не сядут за рабочий стол перед детьми и студентами, но впереди у них хорошее будущее. Среди переквалифицированных специалистов, получивших сертификат, находятся тренеры, специалисты по инструктажам, репетиторы и прочее. Решаясь посвятить свою жизнь профессии педагога, человек готовится встретить все тяготы этой работы. Во-первых, это психологический фактор, где работники просвещения должны быть сдержанными, наученными правилам общения, умению правильно излагать информацию. Дисциплинированность учеников – залог успеха, это момент, который показывает, насколько преподаватель качественно и с профессионализмом подходит к выполнению своих задач. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Человеку на этой должности категорически нельзя разделять студентов на несколько категорий. Это правило трактует психология преподавания, изучающаяся будущими специалистами в университетах. Во-вторых, база знаний целиком и полностью зависит от полученной учебы и опыта. Попадая на работу с их нехваткой, на должности человек долго не продержится. Зарплата у преподавателя входит в список самых низких в стране, это всем известная истина. Текст озвучен в Яндекс.Клауд. Поэтому большой процент людей предпочитают чередовать официальную должность в учреждении с репетиторством. Репетиторы относятся к самозанятым профессиям, где размер ставки зависит от компетентности педагога. В государственных учебных заведениях наставники получают зарплату окладом, в отличие от репетиторства, ставка идет исходя из установленных цен. Стоит заметить, что особо квалифицированным оплачивают труд выше, также имеет значение распределение занятий, где работники могут подзаработать, взяв лишнее количество уроков. Существуют также надбавки, осуществляемые начальством либо министерством образования. Средняя зарплата педагога в России колеблется от 25 до 33 тысяч рублей в месяц. От этой нормы отстает Калининградская область, здесь ставка равна 16 тысячам. В Иркутске и Ростове-на-Дону труженики учебных заведений получают от 18 до 20 тысяч. Тот факт, что в Московской области заработная плата выше всех остальных регионов, всего лишь стереотип. Цена здесь хоть и высокая 35-57 тысяч рублей, но резко отличается от суммы, которую получают наставники в округах Крайнего Севера. Ямала-Ненецкая область. 83 тонны. Р. Чукотская область. 76 тонн. Р. Ненецкая. 75 тонн. Р. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Озвучено Яндекс Спичкит. Сравнивая заработную плату работников в сфере образования из России и прилегающих стран, стоит учитывать весьма разномастные условия жизни, нормы заработка и государственные выплаты. Здесь представлен минимальный месячный оклад работников просвещения в Европе, Польше. 34 тонны. Р. Германия. 148 тонн. Р. Швеция. 278 тонн. Р. Франция. 100 тонн. Р. Великобритания. 132 тонны. Р. США. 143 тонны. Р. Такая бывшая территория СССР, как Казахстан. Р. Оплачивает гражданским служащим оклад в районе 12 тысяч рублей в месяц. Узбекистан. Страдает от нехватки тружеников в сфере образования из-за низкой зарплаты, составляющей около 15 тысяч рублей. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.